Слушайте Радио Болтком Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас продолжение программы, которую мы начали неделю назад Вместе с искусствоведом Еленой Форст Человеком, который многие годы проработал В Рундерском дворце музея А сейчас занимается Таким уникальным делом для Латвии Это восстановление исторического костюма И в этой связи Мне бы хотелось напомнить еще Об одном замечательном человеке Который, к сожалению, ушел из жизни Ну, наверное, слишком рано Потому что Человек этот был действительно уникальный Много сделал для Латвии И для культуры Латвии Для образования Его зовут Борис Тетерев И вот как раз он И был тем человеком Который вдохновил Елену Форст На реконструкцию исторического костюма Направление, которое существует Во многих странах мира И, конечно же, в Европе Поскольку До нас дошли портреты людей До нас дошли Свидетельства о том Какие ткани там Какие модели Какая мода была Что применялось Однако вот самих этих Костюмов Самих этих нарядов Не дошло Поскольку Ну, вещи изнашиваются И, к сожалению Они не столь долговечны Как, может быть Другие предметы Материальной культуры Итак, Елена Здравствуйте Добрый день Еще раз Я думаю, что мы Да, ссылку На это видео Приложим К предыдущему выпуску Чтобы Слушатели, если что Или зрители Могли бы посмотреть Оба выпуска Одновременно Ну, как бы Друг за другом Чтобы им не надо было Долго искать Но сегодня Мы договорились Говорить о платьишках И эти платьишки Они, конечно Ну, вызывают Очень большое Любопытство Интерес Поскольку Вот Когда я однажды С Еленой Участвовала В такой Импровизированной Презентации В Елгаве В Большом дворце В Зимнем дворце Биронов То я Обратила внимание Что Эти вещи Сшиты Вручную Там нет Швейной Машинки Там швы Вот Буквально Иголочкой Сделаны То есть Это Вот Действительно Аутентичная Работа И, наверное Не так просто Было Овладеть Этой технологией Изучить Ее Кто ее Вообще Распространяет Где Этому Можно научиться Может ли Там, я не знаю Человек Который вдруг Захочет Тоже Заниматься Таким Делом Как вы Елена Где-то Этому Обучиться Может быть К вам В ученики Поступить Ну вот Разные Такие вопросы Возникают Практически Итак С Борисом Началось Все С Бориса Тетерева И как Это было Ну Мы помним Наверное По прошлогодней Передаче Как Произошло Ваше Знакомство Вы Тогда еще Работали Гидом Музея Обратили Внимание На человека Который Ходит По Залам Дворца И вот Отличается Каким-то Необыкновенным Необычным Поведением Как Это было Ну На самом деле Мы Встретились Вестилюле Прямо Вот Ухода И я Просто Проходила Ну Оказалась На этом Месте Вот Они Зашли Сенарой Он Остановился Но Я уже Тогда Говорила Что Я Такой Человек Коммуникабельный И если Я вижу В глазах Вопрос То Я Не жду Там Пока Спросят Я Подхожу И начинаю Беседу Да Вот Ну Он Сказал Ну Что Где И как И что Тут Такое Расскажите Нам И так Мы Пошли Вот Это Была Первая Такая Ну Не знаю Экскурсия Когда Я ему Почему-то Показала Заброшенные Нереставрированные Вот Это Бывшие Будуар Герцогини Бывшая Учительская Школа Там Кошмар Был Вот Потом Получилось Очень успешное Сотрудничество То есть Он вдохновился Идеей Помочь музею Привести Эти помещения В порядок Ну Да Он Спросил Почему Все Это Так Я Ну Не было Денег Я так Реально Объяснила Я вот Рассказывала Эту Историю Как Трудно Проходил Первые Вот Это Первое Финансирование Через Американские Банки Неизвестные Музея Не было Валютного Счета Вот Но Потом Продолжались Эти Связи И вот я Перед тем Как Про платье Расскажу Может быть Немножко О его Визите Со всеми Своими Менеджерами Из Муса Моторс Из Москвы Хотите Да Конечно Очень интересно Вот Он очень Относился К персоналу Так трепетно И Я так Поняла Что Каждое Лето Обязательно Устраивал Им Поездку Но Не простую А вот Как это Называется Со Смыслом Тимбилдинг Да Чтобы там Что-то Они участвовали Что-то Делали Что-то Работали Что-то Находили Вот Там В Италии Они рассказывали Что Как будто Значит Было Спровоцировано Как будто Их Становил Полицейский Начали Там Штрафы Всякие Угрозы Но В таком Духе И Вот Они Мне Позвонили Это Был 2006 Год Он Говорит Лена Ну Теперь Мы Хотим Латвию А Латвия Для него Это Его Родина Это Для него Очень Важно Он Хотел Чтобы Вот Показать Своим Коллегам Да Ну Это Были Директора Офисов Автомобильной Компании Ну Для меня Конечно Это Была Задача Не знаю Я там Не спала Одну Ночь Думаю Господи Как Это Все Но Мы Тогда Уже Начали Вот С Этими Костюмами Да Уже Такие Это Встречи У нас Были Туристов Во дворце Типа Театрализованные Экскурсии Ну И Я Не знаю Как-то В голове Все это Сложилось И мы Придумали Что Первое Он хотел Ригу Показать Да Первое У них Была Париги Значит На Бастионной Горке Фольклор В опере Он дирижировал Оркестром И там Целая Такая Тоже Там Кстати Марий Скупч Ему Такую Программу Предлагал Вот Не просто Послушать Сесть А чтобы Сами Да Участвовали Вот И мы Придумали Люся Вообще Сейчас Я вас вспоминаю Думаю Как такое В голову Могло Прийти Значит В истории В музее Фармацевтики Да Вот Это здание 18 века Мы как бы Все время Крутимся В этом 18 веке А Борис По специальности Врач Да Никола Вот И Ну я не знаю Может где-то Я подсмотрела Я уже сейчас Не помню Мы придумали Для них Вот это Аттракцион Операция В стиле 18 века Это было Удаление Ребра Чтобы На даму Можно было Затянуть Корсет До предела Вот Значит Придумали Там такой Стол Там у нас Такой был Красивый Мальчик Который Изображал Этого Молодого Значит Пластического Хирурга По реке И За ширмой Как бы Поднималась Ширма Пациентки Не было видно И вот А Когда он там Начал лязгать Этими инструментами Да Она начала Вскрикивать Ну мы как бы Одна И кстати Была из их Коллектива Девушка Оперировали Девушку из коллектива Нашли в своем коллективе Да 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 И мы Буквально За 3 секунды Полминуты Ее инструктировали Быстренько Вот Потом Значит На подносе Пронесли Эти инструменты Там были ржавые Какие-то клещи Какие-то там Плоскогубцы Вообще Они все ужасно Хохотали И потом Когда вот Ну понятно Что это все Ну как Придумано И это все Так Но все равно Подпрыгивали За эту ширму Заглядывали В общем Взрослые люди Абсолютно Все С высоким Да Ну Высшим образованием Как дети Буквально Борис Был конечно В восторге И когда Значит Он показал Это окровавленное Ребро Я специально Купила Свиные ребрышки Там Вычистила Вымыла Все Думаю Ну вот Сейчас я думаю Господи Ну как это Такое в голову пришло Ну получилось Все Потом еще Было В этом садике Домского собора Рыцарский турнир Там тоже Из-за Прекрасной дамы Они сражались И потом Все это Они примеривали Там эти шлемы И фотографировались Вот А в Рундоле Было завершение Этого тура Это конечно Было Главное событие Когда сначала В парке Реконструкция Наполеоновского Сражения Где там Захватывали Мародера Вот Цыгане Там все На пикниковой На Полянке Пикника Стреляли Кстати Игорь Барахульский Организовывал Они и стреляли Там его Главная Бухгалтер В общем С этим ружьем Не могла Никак расстаться Там же надо было Засыпать порох И все В общем Я говорю Это было настолько Все Больше такого У нас не было Вот это было Мероприятие Такого плана И потом Бал во дворце И вот там Мы в костюмах Они Мы не могли Их одеть Сейчас бы могли бы Да Человек 20 Ну да Где-то так было Около этого Всем А тогда еще Такой возможности Не было То есть Сами придворные Встречали А они были В вечерних Нарядах Вот Ну все Очень серьезно И в банкетном зале Был банкет И торт Там где написано Мурса Модерс Вот И в кабинете В кабинете Герцога Который Перед этим Борис Финансировал Да Реставрацию Он сидел За столом И принимал Своих Значит Ну как сказать Подданных И каждому Дарил Там Усадьбы Дворцы Мэйзи Вот Такая была Потом Спальня Он там полежал Немножко Как бы И мы его Будили Ну как Герцога Спальня Герцога Ну и Прошло Немного Времени Через Ну да Это был 2009 год То есть Получается Через три года Мы так общались Опять было мероприятие И вот тогда Мы встретились С сценарий С Борисом Он говорит Ну Елена Как у вас там С этими Вашими нарядами Все что происходит Что-то серьезное Не пора ли Да все это Как-то Поле В серьезном плане Сделать И может быть Говорит Для меня Может быть Вы костюм Ну он понимал Чтобы Привлечь Как бы Какой-то проект Да Могли бы мы сделать Вот Может быть Говорит Мне Какое Айнара говорит Ну хорошо Тебе сошьют Этот костюм Ненормальный Со стразами Там всеми делами С вышивкой И что Что он у тебя Дома будет Висеть Где Ну да Ну и тогда Вот В разговоре Появилась Эта идея Она-то у меня Уже была И приближался Юбилей Герцогини Дороте 250 лет Вот В 2011 году В феврале То есть Получалось Через год Да Где-то Я говорю Вот есть портрет Роскошный портрет Она там С дочерьми Парадный портрет В роскошном Наряде Очень дорогом И вот Говорю Мечта Реконструировать Хотелось бы Конечно Он говорит Ну все Пишите Проект Давайте Рисуйте Там Эскизы Все И конечно Он его Подтвердил И У нас Была Возможность Это был Первый Тоже Такой Вот Проект Когда Две швеи Получали Зарплату Целый год Почти Да Но мы год Работали Ну может быть Поменьше Год Это в общем Сначала Я там Эскизы Делала Всякие Готовительные Работы А потом Вот уже А материалы Пока мы И пока Из Франции Нам эти шелка Пришли Очень серьезно Такая Тафта Там у нее Цвет Сиренево Фиолетово Голубоватый Сероватый В общем Абсолютно Сложно Найти Такой Оттенок Но приблизительно Все таки Получилось Вот И верхняя Значит Тоже Вернее Нижняя У нее Платье Было Такой Репс Серебряный И через год Это было Готово И вот Там была 100% Ручная Работа Абсолютно Конечно Никакой Машинки И вышивка Но это Самое главное Одно Дело Когда вот Я сейчас Например Могу Использовать Программную Вышивку Вот как у нас Платье На тему Ландыш Уже два Я сделала Одно Сделала Оказалось Что надо Копию Делать Потому что Одно В Мазаймужа Одно Должно В Рундельском Творце Работать И Потом В следующем Костюме Герцога Это была Аппликация Надо было Такие листики Пришить Сначала Из других Тканей Потом Их обшить Золотой Ниткой А вот Эти металлические Нитки Мулине Это просто Ужас Это Их Золотом Шить Я представляю Как это В 18 веке Как они Мучились Эти бедные Вышивальщицы Я могу себе Представить Потому что Это у нас Только вот Один опыт Такой был Потом Ну немножко Мы так делали Для сувениров Так руками Но вот такие Большие работы Больше мы не делали А почему Эти нитки Очень путаются Или почему Так сложно С ними Золотым Они путаются Цепляются Это же понимаешь Вот эта металлическая нить Ну во всяком случае Вот современная ДМС Такая есть Известная фирма Она основа Это все таки Шелковая ниточка А вокруг нее Намотана Это золотая Ну как Тонюсенькая такая И вот Чуть-чуть зацепил Все Отрывай По новой Она там Собралась Сбилась Вот я рассказываю Такие нюансы Ну то есть Это Да Действительно Год работы Потребовался Для того Чтобы это сделать И наконец Вот платье Было готово И тогда Был изготовлен Специальный стенд Который В Рундалле Появился Или До него еще Была какая-то Презентация Была презентация Да На юбилей Дороте Реально Элина Моя дочь Мы сделали И прическу И парик Очень такой Очень-очень похожий Кстати у нее там Ну не было бриллиантов Скажем Вот на этом портрете На других были Более сложные варианты А тут Да Да И она Да Презентовала И там Был Очень удивлен И в восторге Наследник Берона Принц Эрнст Иоган А там приезжали Да Его Их Наследники Была очень Очень красивая Презентация А через год Люся Вот ты Начало Этой истории Можешь рассказать Как там было С Айвором Айвором Тауринем Который Потом Герцога Изображал Петра Берона Оказалось Что он просто Похож Невероятно Да 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 Мы эту историю Расскажем Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв На рекламу У нас на прямой связи По скайпу Искусствовед И фанат Рундельского дворца И многолетний Его работник Елена Форсте У микрофона Людмила Прибыльская Не переключайтесь Через три минутки Вернемся в эфир Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем программу Очевидец На прямой связи По скайпу С нами Елена Форсте Искусствовед Инициатор Темы Восстановления Исторического платья В Латвии Вот сегодня Мы как раз Об этом платье О платьишках Так я это Мягко называю Разговариваем Мы работаем В прямом эфире Можете нам Звонить в студию Задавать вопросы Елене Если вас что-то Интересует По историческому костюму Может быть Я не знаю Мастер-класс Вы хотите Кого-нибудь посетить Или я не знаю Ну Любые вопросы Короче говоря Мы готовы Осветить Сейчас мы Рассказали о том Как появилось платье Доротеи фон Бирон На знаменитом Портрете Борезьена Изображенная Где она С двумя Старшими дочерьми И был еще Один портрет Ее супруга Петра Бирона Где он В парадном Облачении И вот Когда возникла Идея Изготовить Костюм Герцога Вот именно Этот парадный То Елене Требовалась Модель Человек Который бы Своей статью Внешним видом Походил На герцога И вот В этот момент При обсуждении Мы с ней Как раз Встретились И мне пришла Идея В голову Предложить В качестве Модели Тогдашнего Руководителя Муниципального Предприятия Рига Смежи Айвара Тауринша Он действительно Ну Внешне Похож На герцога Ну Такой же Тип внешности У него Высокий Статный С классическими Чертами Лица И Елена Дала свое Добро И тогда Я отправилась К Айвару И предложила Ему такую Значит Ну как Авантюру Авантюру И вот И Айвар В общем-то Заинтересовался И поддержал Эту авантюру И буквально Не прошло Наверное И трех Четырех Месяцев Когда Вот как раз В период Завершения Реставрации Последних Работ По Музею Были Презентованы Уже Оба Исторических Костюмов И Дороте И Петра Биронов И В этих Ролях Выступили Элина Дочь Элины Форсте И Айвар Тауринш Директор Рига Смежи И Они Как бы Играли Партию В карамболь В Бильярдном Зале Который Тоже Вот Был Восстановлен С помощью Средств Бориса Тетева В общем Все добрые Люди Соединились В одном Проекте И Получилось Очень Красивое Действо И Вот С этим Костюмом Как Развивались События Почему Удалось Его Сделать Быстрее Чем Платье Доротей Ну Я скажу Что Не намного Быстрее Там Побольше Чем Четыре Месяца Тоже Ну Да Может быть Где-то Шесть Семь Месяцев Прошло Там Оказалось Так Одно Дело Портрет Да Художник Пишет Он Рисунок Воспроизводит Ну Достаточно Скрупулезно Какие Это Там Вот Эти Блетят Бриллианты На его Костюме Все И вот Мы Изучали Пытались Понять И вот Наконец Дошло Что это Не просто Вышивка А это Еще и Аппликация То есть Сначала Идет Фон Вышивка Потом Вставляются Вот эти Другой Ткани На Бархате Ну Типа Такие Атласные Кусточки Которые И потом Вот Их Каждый Надо Обшить Этой Золотой Ниткой Потом Стала Я считать Эти Бриллианты И И в целом Ну вот Судя По рисунку Там же Все Это Как бы Повторяется Пятьсот Штук Почти Я Искала Бриллианты Паровского Конечно Они Были Там Трех Размеров И Вот Около Такое Количество Но Мне удалось Купить Такие Да Похожие Очень И очень Ну Качественные А как Елена Как Вшивали Бриллианты В них же Невозможно На дырку Просверлить Чтобы сделать Их Как пуговицу Или их Обшивали Как-то Тоже Тканью Так Чтобы Они Держались На Костюме Стразы Которые Сейчас Продаются Для Пришивания Есть Два Вида Внутри Даже Насколько Я По своему Опыту Знаю Вот Сейчас Последний Раз Я Старинные Нашла В Гуманитарке Они Вставлены В рамочки А в этих Рамочках Дырочки Есть Значит Вот в таких Они Чашечках Как бы Металлических И Каждый Бриллиантик Вот загнут Ну как На кольца Понятно Оправа То есть У них Есть Оправа Но там Внизу У них Специальные Дырочки Можно Пришить Но вот Эти Они Такие Очень Цеплючие Там Надо Подбирать Чтобы Не каждый Подойдет Там Если Вот Это Ушко Чуть Чуть Торчит Так Оно Потом Может Зацепиться И Нитку Вытащить Но Всякие Там Проблемы А есть Стразы Без Этих Чашечек А Прямо В них Деланы Дырочки Такие Тоже Я Такими Тоже Пользуюсь Вот Я Сейчас Делала Корсеты Переднюю Часть Корсета 18 Века Для Платья Рококо Называется Стумок Там Вот И Такие И Такие И И И И И То есть В старые Времена Все-таки Они Были В оправах И В оправах Пришивались На костюм Вот В оправах Правильное Слово Понятно И Пришивались На костюм И Тогда Тоже Так Было А Где Вы Нашли Ордена А Это Очень Просто Есть Государственный Исторический Музей В Москве И Там Российские Ордена Копии Все Представлены Один к одному В размерах Тоже со стразами Стваровского Вот Было У Екатерины По-моему Тоже Орден Ну Жемчугом Вместо Стразов Да Орден Прям Расшит Жемчугом Такой Я видела Вот Ну Выходной Вариант Праздничный Торжественный На прием У герцога Там Обязательно Значит Униформа Как это считается На Через Получается Через Левое плечо Идет лента Нуаровая Потом Под правой рукой Нет Наоборот Через Правое плечо Да Правильно Через правое плечо Здесь на плече Должна быть Такая Тоже Бриллиантовая Такая Какая-то Ну Петля Чтобы туда Он держался Красиво И Там Внизу Он Бантон На бедре И там Звезда Орденская Прикрепляется Вот Орден состоит Вот этот вариант Как у герцога Из двух частей И Вернее Нет На ленте крест А вот здесь На груди Звезда Вариант Вот И крест И звезду Мы купили Да Дорого стоило Да Вот Ленту Муарову Я тоже искала Из Англии Там Выписала По интернету Вот Ну Немножко По цвету Немножко Она Оказалась Темнее А Сколько Стоят Вот Ткани Для Того Чтобы Воспроизвести Исторический Костюм Раньше Ведь это Шилка Бархат Это была Такая Привилегия Очень Составительных Людей И Соответственно И сейчас Наверное Эти ткани Стоят Довольно Дорого Тогда Это было Целое Состояние И как Мы знаем Даже Вот Я Была В фондах Эрмитажа Старой Деревни Это целый Город Фонды Эрмитаж Современные И Там Как раз Была Выставка Костюмов 18-19 Века И Среди Них Начало Экспозиции Церковные Церковные Одежды Роскошные И Вот Ну там Работает Дочка Моей Однокурсницы И Нам Рассказывала Что Ну это Я и до этого Тоже знала Что Когда Дама Проносила Скажем Подмышками Там Ну я так Думаю Уже Но Основная Эта часть У нее Эти юбки Объемные Сохранилась Вытканная Рисунком Да Дорогая Шелковая Тафта Они отдавали Жертвовали Церквям И там Из этих Кусков Они вставляли В их Одежды Священников И Вот Эта Жизнь Продолжалась Этой Таней То есть Сэкондхед Придуман В 18 Веке Да Раз Я видела Такое В Эрмитаже И я еще хочу Сказать Что Если Вот Вопрос у тебя был Ну Как учиться Где Самое Главное Для меня И я думаю Для всех Кто хочет Этим заниматься По возможности Смотреть Подлинники Если 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 Возможность Попать В архив Ой В фонды Музея Это Очень Сложно В больших Музеях И в Европе И в Эрмитаже Весьма Неохотно Да Ну там Специальное Разрешение Вот в эти Их Святые Святых Где это Лежит Под калькой Под все Все эти Кусочки Да Ну Если Такая Возможность Своими Глазами Увидеть То Это Конечно Счастье В Рундальском Дворце Есть Два Платья Да Которые Купили Уже Тоже На аукционе И у меня Была Такая Возможность Перед их Реставрация Одно Было Достаточно Таком Тяжелом Состоянии Посмотреть Левую Сторону Живые Как там Все это Да Подкладышку Ну тому же Там заплатка На заплатке Мы думаем Что ну Должно быть Ровненько Симметрично Туда там Они же Наверное Что-то порвется Что-то распустится Опять переделывали И в общем Я наслаждалась Этой картиной Вот Теперь они висят В экспозиции На манекенах Теперь уже так просто Ты там Не подойдешь И ничего не посмотришь Особенно Там изнутри Да Да Вот это интересно Я хочу сказать Я жду этого Приятного момента Наконец Когда откроется музей А мы все верим Что это произойдет Может быть В конце мая Сегодня кстати Международный день Музеев Надеялись Что сегодня Но нет И Наконец Мы увидим Мужские Подлинные костюмы В экспозиции Рундельского дворца Три Весткоута Без рукавки И кафтан И туфли И парик Вот В экспозиции Там где Выставка Моды Рядом Рядом С одним Большим Мужским Портретом Я не видела Я знаю Что это готовится Я жду того момента Когда Когда будет Возможность Посмотреть А скажите Как возникла Вот эта идея Продолжать Тему моды Тему костюма В какой мере Там Рундельский музей Может быть Вдохновился Тем Что вы делаете С реконструкцией Исторического костюма Для того Чтобы свою коллекцию Пополнять Ведь Мы знаем Что долгие годы Эта коллекция Была достаточно скромной Это были в основном Платья из саркофагов И они вот Десятилетиями Одни и те же Были представлены И Ну там ничего не менялось Потом вот Первый был Звоночек Когда появилось Платье Доротеи В том же Зале дворца Где находились Эти Ну реально Исторические костюмы Вынутые Из саркофагов А вот теперь Как вы говорите И два женских Платья появились Куплены на аукционе И теперь еще Три мужских Нет Люся Ну скорее наоборот Это мы Все время Ориентировались Смотрели Учились Как это происходит В музее Это же все Очень профессионально Очень скрупулезно И там где Апартаменты Герцогини Ну как бы Это сложилось Все это Со временем Само собой Если показываются Если показываются Интерьеры Покупались Вот эти Кружева Фрагменты Тканей И Также есть Фрагменты Тканей Из церквей Которые Очень похожи Вот на эти Фрагменты Бывших платьев Мне так кажется Да Эта экспозиция Пополнялась Это было Целенаправленно Вот И музей Покупал И потом Вот собралась Роскошнейшая Выставка Вееров Я просто Смотрю Всегда С таким Восхищением Как это Красиво И деталей И Так сложилось Вот Не такая Большая Но очень Очень Содержательная Коллекция В музее Ну вот Я как уже Сказала В этом году Пополнилась Мужскими До этого Не было Ну в общем Есть смысл Себе Запланировать Поездку В Рунделы Есть там Что-то Новенькое И Среди этого Новенького Есть еще Какая-то Уникальная Выставка Которую Вы мне Рассказывали И с Нетерпением Ждете Ее открытие Да Ну я тоже Не видела Но Внимательно Слушала Интервью Передачи Рунда Там Господин Лансман И Лаума Лансмана Участвовали И Руководитель Научного Отдела Байба Рассказывала Значит Выставка Посвящена Потомку Биронов Праправнушки Эрнста Иоганна Фанни Бирон Франческо Фанни Ну так Зывали Бирон Да Вот Она Была Очень известная Тоже Дама В Европе И Путешественница Азартная И Параллельно Все свои Впечатления Она Зарисовывала Делала Акварели Дворцы Усадьбы Везде По всем странам Да В Европе И Пейзажи И так далее И даже Некоторые Там Сценки Вот Похорон Как я Слышала Из рассказа Байбы Папы Римского Она Получается По линии Вот этих Самых Вартенберга Вот в прошлый раз Я что-то Смутилась Но конечно же Герцог Петр И Доротея Путешествовали Под их именами Это Линия По Карлу Бирону Брату Петра Бирона Нелюбимый Сын Бенигны Петр Был любимый А Карл Вот А почему Ну Нетрудно догадаться И я так думаю Судя По Исторических Фактов Что он Мог быть Сыном Анны Анновны Наверное И был Вот Так Вот это По его Родословной Продолжалась Линия Биронов По мужской Линии И У Карла Был Сын Который Ну как Глава Рода Следующий Густав Каликст Его звали Вот его-то Екатерина Вторая И как бы Готовила К урлянскому Трону То есть Когда Было Присоединение К урляндии Решался вопрос Екатерина Вторая Предлагала Вот этот Компромиссный Вариант Если Герцог Петр Ушел Да От Дел Уходит И Его Это Не Интересует Вот Там Этот Был Конфликт И Тогда Пусть Он Передаст Корону Племяннику Но он Отказался В общем Ну Почему Он Отказался Понятно Он хотел Другого Он хотел Денег Он получил Компенсацию Но Ну не знаю Как правильно сказать Пожертвовал Курляндии Так Получается Вот И Фанни Абиро Она Содержала И Салон В Париже В 1830 Годах И этот Салон Посещали Дипломаты Известные Люди То есть Ну Продолжала Традицию Своих Да Братеи И Братеи Саган Вот И Она Вернее Ее Потомки Получается По линии Ее Зятя Тимперлинги Да Вот Рот В 2006 Году Передали В Дармузею 170 Ее Работ Представляешь Рисунков Акварели Да Вот Я говорю Я Все Это Чуть Так Видела Посмотрела На ее Портрет Очень Красивый В интернете Но Он Находится В Германии Кисти Такого Знаменитого Художника Франц Ксавьер Винтерхальтер Винтергальтер По-русски Говорят Вот Ну Репродукция Его будет На выставке И Эти Ее Работы Заполнят Заполнили Выставка Практически Уже К завершению Подходит Откроется Музей Параллельно Да На первом Этаже Но Не только Будет Представлены Работы На стенах Они сравнительно Небольшого Размера А будут Оформлены Очень Такие Интерьеры Ну Убедительно Достоверные Два Две комнаты В стиле Бидермейер И одна Историзм Да Более Поздняя Вот Так что Я абсолютно Не сомневаюсь Это будет Роскошная Выставка Очень Интересная И конечно Вызовет Интерес И у гостей Рундальского Дворца Вот Она Была Персоной Близкой Кругу Немецкого Ну Прусского Принца Потом Прусского Короля И потом Германского Императора Вильгельма Первого И вот Как Байба Рассказывала Она Вела с ним Переписку И была Чайной Собеседницей Его Супруги Августа Марии Луизы То есть Представляешь Она Близка Была Ну В общем В этом плане Она Похожа На Нашу Героиню Прошлой Передачи Доротею Фон Бирон Которая Да Действительно Была Вхожа Во Многие Королевские Королевские Царские Дома Европы И Александр Первый Российский Император Сватал Ее Младшую Дочь За Племянника Толейрана В общем Курляндия В то время Играла Заметную Роль В мировой Политике И Не столько Роль Явную Сколько Роль Тайную И Эта Роль Она Была Достаточно Значимой И Важной Для Судеб Мира Конечно Хотелось Бы Чтобы Эта Традиция Не Была Забыта Чтобы Мы Хорошо Знали Эту Историю И Конечно Экспозиции Рундельского Дворца Этому Помогают Но Мы Так И Не Ответили На Вопрос А Как Быть С Реконструкцией Исторического Костюма Есть в Венеции Прям Целые Кварталы Которые Шьют Эти Платья На Заказ Снимают Мерки С туристов Посылают Им По почте Потом Готовые Платья Все Золотой Каймой И Бог знает Из каких Бархатов И прочих Тканей Это Стоит Тысячи Евро Буквально А Латвия Может Побороться За Пальму Первенства С Венецией Или Все-таки У нас Турист Более Такой Простой И Там Не готов На такие Изыски Тратить Сотни Тысяч Евро Да Но Я, Люся, еще хотела Про Фаню Чуть-чуть Закончить Она В 1776 Году Наследовала Усадьбу Лёбихао А Которая Жила И умерла Доротея Да И там тоже Она жила В конце жизни Да Насчет Венеции Вот это Производство И Сдача в аренду И Искутовление на заказ Венеции Я смотрела Тоже В интернете Вот эту Ну как назвать Мастерскую Огромную Да Это индустрия Это Абсолютно Бизнес И Если мы говорим Про Венецию И что там В массовом порядке Да Они дорого стоят Но Эти Платья Они Шиты Машинкой Синтетических Тканей Вот Конечно Наверное Там Можно из Натуральных Заказать Но это Исключение А вот такой Который Они предлагают В каталогах Ну Не хочу сказать Ширпотреб Но Ты можешь Значит купить И использовать Где угодно Ну Ты говоришь Латвия И Венеция Ну какое сравнение Венецианский карнавал Это же Такая традиция Старинная Тысячи Тысячи Туристов Какой там Доход у них Конечно Это все Для Вот этого Для сливок Общества И они Да Люди Которые В состоянии Ну Есть энтузиасты Есть Которые Последних денег Собирают И хотят Там Поучаствовать Они покупают Эти платья Или берут В аренду Вот Такие Абсолютно Фанатики Вот Этого Карнавала Они конечно Дел Шьют Сами Едут Туда Со всех Концов Европы И Америки Да Ну Елена Осталось Нам Наверное Самим Подумать О том Какие Карнавалы Устраиваете Может быть В этом Плане Латвия Может Побороться За какие-то Регалии Потому что Ну Никто не верил Что у нас Могут Происходить Международные Баллы А вот Проходил же Балтийский бал И с большим успехом И люди приезжали Действительно Со всех концов Европы Специально На этот бал И я думаю Я думаю Что рундалы Ничем Не хуже Там Лучших Дворцов Там Подсдама Или Парижа Более того У нас И обстоятельства Более Благоприятные Для приема Туристов Остается Только Дождаться Чтобы Границы Открылись Чтобы туристы Поехали Чтобы они Видели Всю ту красоту Которую Вы для них приготовили И врундалы И вмаза Мойжа На границе С Литвой Где ваша коллекция Полностью выставлена Так что Будем Надеяться На лучшее Готовиться Ко всем Обстоятельствам Которые могут Случиться И Если что Кто-то из радиослушателей Заинтересовался Вот тема Исторического Костюма То добро Пожаловать Врундалы Добро пожаловать Вмаза Мойжу В Грэнстелле И вот К нашей собеседнице Сегодняшней Елене Форста Которая На своем Опыте Как искусствовед Как портной Как художник Изучила Эту тему Очень глубоко И я Могу сказать Без преувеличения Что Вы являетесь Ведущим Экспертом В Латвии По историческому Костюму В программе Очевидец Сегодня была Елена Форста Еще раз Спасибо за участие Благодарю радиослушателей За внимание Программа провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю На одной волне С городом Радио